Всем привет! Я был в начале 7, поэтому я не выучил доклад, извиняюсь заранее. И мне сказали 3 секунды, перед началом просто пообщаться, пока там все загрузится, пройдется. И я дождусь своих коллег, которые стоят в пробке. О, огонь. Да, всем еще раз привет, меня зовут Максименко Александр. Я практикующий датсайентист в команде улучшения качества распознавания HSBR девайсов. И сегодня я вам расскажу про семейство акустических моделей для русского языка, Giga Acoustic Models или Giga IM. Эти модели наша команда выложила открытый доступ в апреле. Мы сопроводили это статьей на хабре с объяснением того, как это работает, и кодом с весами и примерами использовать на гитхабе. Сегодняшний план доклада следующий. Я расскажу основные моменты из статьи релиза Giga IM. Расскажу про пополнение в семействе моделей Giga IM. Это Giga IM RNNT. Да, сегодня будет довольно много таких странных сокращений. И в конце расскажу про практические моменты использования нашей модели. Итак, да, сейчас на слайде можем видеть все наше семейство моделей Giga Acoustic Models. Оно состояло на момент релиза из трех моделей. Это, можно сказать, фондейшная модель Giga Acoustic Model, которая у нас обучалась на большом количестве неразмеченных данных в целом суперрайс-режиме. Кроме нее были дообучение этой модели на задачу распознавания речи. Это модель Giga IM CTC. И дообучение модели Giga IM на задачу распознавания эмоций. Это Giga IM EMMA. Я уже сам запутался. Теперь покажу модель чуть более подробно и там сильнее остановимся на модели Giga IM, потому что она как бы является фондейшной моделью. Не обучив ее, мы бы не получили там 100 результатов на даунстринг-задачах. Модель обучалась с помощью Sales Price Learning. Для тех, кто не сами понимает, что это такой подход, в котором мы не берем размеченные данные. Мы берем данные в суровом виде, то есть без разметки. В случае аудио это просто аудиозаписи, в случае текста это просто текста, в случае картинок это просто картинки. И мы придумаем такую задачу, которая будет создавать таргеты из самих данных. То есть для примера здесь указан пример из Masked Language Modeling. Когда у нас есть текст, мы подаем его модельки, маскируем некоторые слова и просим модельку их угадать. В этом подходе есть большой плюс в том, что не размеченных данных в интернете очень много. Мы можем просто скачивать все возможные аудио и не просить разметчиков, допустим, размечать какая эмоция была у спикера на этом аудио. Из этого возникает следующие, не минусы, скорее, свойства Sales Price обучения. Мы должны использовать много компьютера, потому что данных много. Чтобы из них вынести всю полезную информацию, нам нужна большая модель, потому что маленькая модель не вывезет все полезные свойства данных. Плюс там, кстати, показывают, что часто для маленьких моделей Sales Price Питрейн даже вредит. Большие данные, много данных, большая модель, дорогое обучение. Да, это проблема. И из-за этого обучать такую фундешную модель не могут позволить себе, допустим, студенты в вузах и другие пользователи. Следующая проблема, небольшая сложность, это то, что нужно придумать сдачу обучения. Когда мы обучаемся в супервайз режиме, у нас есть иксы, допустим, наше аудио. У нас есть иксы, допустим, наши транскрипции, если мы обучаемся на сдачу распознавания речи. И мы обучаем функцию из икса в иксы. А здесь же у нас есть только иксы. Нужно придумать такую функцию, которая будет учиться, можно сказать, из икса в икс, в какую-то часть икс. И при этом обучаться полезным свойствам, которые помогут при обучении на дальнейшей сдаче. То есть для какого-нибудь аудио взять, какую-нибудь сдачу автоэнкодинга, скорее всего, будет, не скорее всего, точно будет не очень полезно, потому что выученные представления окажутся довольно бессмысленными в рамках обучения дальнейшей сдачи, типа распознания речи, эмоций и так далее. Self-Private Learning в основном известен благодаря NLP и CV, потому что там стояли такие подходы, как BERT, как Contrastive обучение, как GPT. И поэтому, чтобы придумать задачу обучения в Self-Private режиме для аудио, можем заметить, что домен аудио похож с доменом NLP тем, что у нас у данных есть строгая временная зависимость, и похож с доменом CV тем, что у нас данные вещественные, а не дискретные токены, как в NLP. Посмотрев на это, мы можем стянуть BERT-лайк обучения, именно BERT, потому что мы обучаем foundational encoder, а не decoder, как GPT. Можем посмотреть на то, что весь Contrastive Learning стянуть его тоже и попробовать либо как-то по отдельности взять эти подходы, либо их объединить. Конкретно модель Giga Acoustic Modules у нас обучалась с помощью фреймворка в After Work 2, который как раз себе сочетает идеи из BERT и из Contrastive Learning. Сейчас я расскажу в двух словах, как он работает. Более конкретное объяснение и объяснение других также подходов для Salesforce Learning и не только. в аудио можете послушать на открытом курсе, который лежит на GitHub, который читает наша команда в MFT на кафедре SBR TECH. Модель в After Work 2.0, она из себя представляет трансформер-энкодер, потому что куда же без трансформеров. На вход принимает аудио, из аудио извлекает спектрограммы. И аналогично BERT, на подной спектрограмме мы выделяем участки, которые мы маскируем. Здесь на картинке они показаны серым цветом. Дальше такую замаскированную последовательность мы подаем наш энкодер, пропускаем через него и на выходе получаем контекст обусловленное представление. В случае BERT мы потом в задаче Masked Language Modeling из контекста обусловленных представлений, например, CM1, оно соответствует первой позиции, которую мы маскировали, мы пытаемся восстановить токен, который был замаскирован. В случае в After Work 2.0 у нас, ну в случае в целом аудио, у нас нет на входе дискретных токенов, поэтому нужно как-то это обходить, это условие. Конкретно в After Work 2.0 это обходит тем, что мы обучаемся не на cross-entropy, на Masked Language Modeling обучаемся с помощью контестовой задачи. То есть на данной картинке, там верхний эмбеддинг со стрелочкой CM1, он пытается приближать тот вектор, который был замаскирован и отдалять все остальные. Да, в целом это все, если вкратце. Идем дальше к обучению. Мы разобрались с вопросом, как обучать модель, но еще не задали вопрос, а надо ли вообще обучать модель. Это довольно дорого, нужно довольно много данных, много ресурсов, много времени. Возможно, есть какие-то модели в открытом доступе и можно взять их. Ответ на этот вопрос на самом деле нельзя, потому что мы хотим делать это все для русского языка. Качество модели, предобученной на аудио, сильно зависит от домена. Конкретно здесь у нас представлен пример обучения модели в Autovec 2 на английский язык, то есть верхняя строчка. Это методики модели в Autovec 2, которая была предобучена на английском языке и добычена также на английском языке. При этом размер модели был 300 миллионов параметров. На нижней строчке у нас методики модели, которая была предобучена на количество данных, которые в 50 раз больше, чем у первой модели, но он мультиязычный. А также модель была в 3 раза больше, то есть на миллиард параметров. И при обучении ее на английский язык мы получаем методики хуже. Отсюда, очевидно, следует, что если мы хотим получать крутые сотые модели для русского speech processing, нужно обучить свою модель. Собственно, это мы и сделали. Модель GGM была обучена на 50 тысячах неразмеченных данных на русском языке из открытых источников. Мы выбрали размер модели 242 миллиона параметров. Это был, да, architecture conformer. И мы ее выбирали таким образом, чтобы она была достаточно большая, чтобы стать сотой в данных стоим задачах и достаточно компактной, чтобы пользователи могли ее взять и обучить в коллабе для своих research или учебных проектов. Для сдачи распознавания речи мы использовали обучение с помощью CELOS на датасетах голос, который был опубликован нашими коллегами из бирдевайсов, датсеты Mozilla Common Voice, ReliBusPitch и Сова. А после этого, да, еще также применили технику селф-тренинга, когда мы обучили модель на размеченных данных, потом с помощью нее же разметили некоторое количество неразмеченных, добавили эти новые так называемые псевдолейблы в обучение и дообучили. Здесь также представлен график, желтенький и нежелтенький. Нежелтенький график — это обучение в супервайс режиме, желтенький — это дообучение с псевдолейблами. Видим, что это тоже докидывает целом полезная штука. Сдача распознавания эмоций мы также дообучали нашу модель GigaM на датасете душа, который также был представлен нашими коллегами из бирдевайсов. К метрикам. Здесь у нас показаны метрики нашей модели GigaM CTC и SOTA и в целом известных популярных моделей в open-source — это WISPR LARGE VATRIOTOM-LIA и FAST CONFORMER NNT от NEMO. Ну, от NVIDIA с их фреймворком NEMO. Видно, что почти на всех доменах здесь показана метрика work-to-rate — такая стандартная метрика для задачи распознания речи. Наша модель является лучшей. Ну, там на одном из датсетов, датсет голос крауд, наша модель проигрывает модели FAST CONFORMER NNT. Это происходит отчасти из того, что модели WISPR и FAST CONFORMER они предобучались с архитектурами ENCODER DECODER и RNNT, которые устроены таким образом, что при обучении модели модель выучивает внутри себя знания об языке. В то время как модель обучена с помощью CIT-силоса, она опирается только на акустику и понятия не имеет о том, что говорится именно в словах. Даже, да, несмотря на это, наша модель в среднем на 16% лучше, чем модель NVIDIA и почти на 40% лучше WISPR. Задача распознавания эмоций. Здесь в целом такая же картина. Есть наша модель, где все метрики зеленые, ее сразу видно. И также здесь представлены модели Baseline с датсета душа и метрики ребят из компании ABK, которые они представляли на одном из докладов на одной из конференций в прошлом году. Задо обучение модели GGM на сдачу распознавания эмоций. Спасибо моему коллеге, молодому человеку Никите Крегину, который на картинке слева. Да, теперь перейти к нашей новой модели GGM RNT. Посмотрим на CTC Loss, на CTC подход к обучению сдачи на SR. Как я сказал, у него есть проблема, что он не выучивает языковую информацию. Это станет понятно чуть посмотрев на саму суть модели. У нас здесь есть наш аудио-энкодер, ну, доученный GGM, GGM, который принимает на вход аудио и для каждого фрейма аудио извлекает какие-то эмбэддинги E1 и так далее, и это большое. Дальше для каждого фрейма аудио, для каждого эмбэддинга мы делаем проекцию в распределении над нашим словарем. Где словарь, в случае модели GGM CTC, это все русские буквы плюс пробел, плюс специальный токен для CTC Loss. Дальше все вот эти вероятности для каждого фрейма, они идут в CTC Loss, который по сути считает минус вероятность таргета, то есть транскрипции при условии аудио. Но он устроен таким образом, что он использует предположение о том, что у нас P1, P2 и так далее, они все независимы. И таким образом модель опирается только на акустические данные, никак не обуславливается на текст, и если мы им подадим какое-нибудь не особо корректное аудио, где будет произнесено Data Fea, она не поймет, что нужно поставить Data Fest, а чисто по языковым каким-то свойствам, она напишет Data Fea. С этим ограничением успешно справляется другой подход, это RNNT или RNN Reducer. Его схема работы здесь также представлена на рисунке. Да, чуть отойду, чтобы было лучше видно рисунок. Здесь наш любимый аудио-энкодер снизу, который также принимает на вход аудио и извлекает эмбэддинг E1 и так далее. Но здесь также появляются два новых компонента. Это компонент Predictor, который для себя как раз принимает все токены, которые были предсказаны моделью до текущего момента, на них обуславливается и помогает предсказывать следующий токен. То есть это своего рода там языковая модель, но там с некоторыми ограничениями. И компонента Joiner, которая ответственна за то, чтобы объединять акустическую информацию из аудио-энкодера и языковую информацию из предиктора и обуславливаясь на них делать предсказания для следующего токена. Плюс этой модели я уже сказал, это обуславливание на язык, это обуславливание на контекст, это также выравнивание аудио и текста на выходе. Об этом чуть подробнее расскажу ниже, на соответствующем слайде. И также плюс подхода RNNT в сравнении, например, с энкодер-декодер, это устойчивость к шуму и галлюцинации. Она этому не сильно подвержена, в отличие от того же Whisper. Чтобы было очень понятнее, как работает RNNT, здесь будет небольшая схема, как происходит inference этой модели. На вход, допустим, получили аудио, слева с помощью аудио-энкодера посчитали все фреймы и поставили указатель, то есть стрелочку на самый левый фрейм аудио. Дальше на вход в предиктор мы подали start of токен, ну, start of sequence, стандартный токен в NLP, изгрызневый эмбэддинг G0, соответствующий нулевому токену в тексте, и поставили стрелочку-указатель на него. Дальше эмбэддинги под стрелочками, то есть E1 и G0, мы подаем joiner, там происходит их конкартинация, линейность, нелинейность, и на выходе получаем скрытое представление H1.0, H это слово hidden, и после него получаем опять вероятность распределения над нашим словарем. В этом простом примере словарь у нас всего из пяти токенов, это blank токен, это буква S, B, E и последняя. Вот, допустим, после первого этапа декодирования у нас максимальная вероятность, ну, попала на букву S. В таком случае мы берем нашу букву S, ну, не букву, а токен. Берем наш токен S, подаем его на вход в предиктор вниз, считаем из него эмбэддинг, и эмбэддинг обусловился на предыдущий токен, в данном случае это просто токен start of sequence, и получился эмбэддинг G1. Указатель, ну, вот эту стрелочку мы сместили G0 на G1. Здесь мы на втором шаге декодирования опять же подаем эмбэддинги под стрелочками в joiner, опять делаем линейность, нелинейность, конкотинацию, и получаем снова распределение. В данном случае мы, так как казалось, получили, что наибольшая вероятность у нас имеет blank токен. Когда мы получаем blank токен, мы ничего не добавляем в предиктор, мы двигаем нашу стрелочку над эмбэддингем в аудио-эмкодере. В таком авторегрессионном режиме мы продолжаем декодинг, пока там не дойдем до конца аудиофреймов, либо, возможно, пока не получим end-of-sequence токен, ну, там зависит от конкретной реализации инференса. Здесь показан еще следующий шаг, когда мы сдвинули нашу стрелочку на E2 и опять подали токены под стрелочками в joiner, получили токен B, подали его обратно в предиктор, посчитали, сместили стрелочку. Как я и говорил, у нас здесь в конечном итоге получается, что аудио-эмкодер отвечает за акустическую информацию, предиктор отвечает за языковую и текстовую информацию, и joiner отвечает за как бы fusion, объединение информации из обоих обеих модальностей. На процесс декодирования также можно посмотреть с другой стороны. Как у нас было видно, там каждый шаг в процессе декодирования, это либо у нас смещение стрелочки в энкодере по эмбэдингам, либо смещение стрелочки по эмбэдингам в декодере. На этом можно посмотреть, как наматываются alignment. Вот, допустим, у нас на вход пришло аудио, у которого всего 5 фреймов для примера, и мы хотим посмотреть, сколькими способами можем предсказать слово SBIR. Здесь у нас показаны, можно сказать, два способа. Они в литературе называются два пути и отличаются они тем, что в желтом пути мы сначала предсказываем пустые токены, потом начинаем предсказывать букву S, B, E, R и так далее. В зеленом пути, наоборот, сначала предсказывается буква, потом уже пустые токены. Глядя на это, можем подумать, что, ага, видимо, в аудио, которое предсказало именно зеленый путь, у нас слово SBIR произнеслось раньше, и в конце была пустота, и ничего не произносилось. С желтым путем наоборот. На самом деле, да, оно так работает, и там многие исследования показали, из статьи показали, что, опираясь на вот эту матрицу, можно составлять довольно точные timestamp для предсказанных слов. То есть, конкретно можно посмотреть на желтый путь и сказать, что вот буква S у нас эмитится, предсказывается на третьем фрейме. Да, там есть такие артефакты, что у нас на пятом фрейме предсказывают две буквы E и R, но это есть неточности, и такое, на самом деле, не так уж часто встречается в продакшене жизни. Хватит теории. Теперь про то, как мы обучили нашу модель GIGAM уже с помощью Ронетелоса на ту же задачу распознания H, на тех же данных с помощью того же self-тренинга. До обучения проводил стажер нашей команде Андрей Симаков, за что ему тоже большое спасибо. И смотрим на метоки. На этот раз метоки зеленые абсолютно все. Наша модель побила на 20%, наша уже модель GIGAM CTC. Она более чем на 30% лучше, чем Conformer от NVIDIA и почти на 50% лучше Whisper. То есть это новая SOTA в open-source распознавании H для русского языка. Теперь про более практические аспекты использования нашей модели. После релиза мы получали довольно много сообщений о том, что «Здравствуйте, я попытался распознать свое 10-минутное аудио в вашей модели, у меня случился код out of memory. Как с этим бороться?» На самом деле, да, код для inference модели, который мы выкладывали, он подразумевал полную загрузку длинного аудио в GPU, полный attention на всех 10 минутах, это там порядка 15000 токенов, и логично, что случается код out of memory. Более того, даже если у нас теоретически есть видеокарта на 200 гигабайт видеопамяти, это все равно будет работать плохо, потому что мы не обучали модель на длинных записях. Обучение было на записи до 30 секунд, и в любом случае это был бы out of distribution. Как с этим можно бороться? Да, лучше отойду опять сюда. И как можно распознавать с помощью наших моделей длинное аудио? Тут, да, логичный ответ – сегментация. Мы берем длинное аудио, режем ее на маленькие кусочки, распознаем кусочки отдельно, соединяем – победа. Да, важный момент в том, как мы будем резать на эти кусочки. И резать просто по 25 секунд одни и те же чанки – это довольно плохая идея, потому что наша граница может попасть на какое-то слово. То есть, когда человек произносит слово, мы его порезали, и за это получится артефакт на конце первого сегмента, на начале второго. Чтобы получить такую нарезку, где границы будут проходить по сегментам речи, по сегментам аудио, где нет никакого спича, мы в нашем скрипте, который также выложим на GitHub, использовали модель VoiceActivityDetector, которая для каждого фрейма аудио говорит, есть ли здесь сейчас речь, либо нет. Да, мы нарезаем нашу длинное аудио на сегменты с помощью деления на чанки, с помощью открытой модели распознавания VoiceActivityDetection by a node. А здесь мы побили на два сегмента. Третий, считаем, что его нет, я забыл дорисовать. Распознали каждый сегмент отдельно с помощью нашей модели, соединили, все, победа распознает длинное аудио. Чтобы показать, насколько это быстро и хорошо работает, мы должны были найти какой-нибудь датасет с длинными записями. В открытом доступе таких не то чтобы очень много, поэтому взяли Russian LibreSpeech. Его DevSet в оригинале состоит из коротких записей, но они были получены, причем нарезки длинных цельных аудио. Мы склеили соответствующую аудио, которое является продолжением друг друга. Сделали сет с длинными аудио от 10 минут до почти часа. И замерили на этом датсете нашу модель против модели Whisper и ее более эффективной реализации Faster Whisper. Faster Whisper, да. Мы замеряли метрику вер, это число, ну доля ошибок в словах. И также замеряли количество потребляемой GPU памяти и real-time factor. Real-time factor это отношение времени процессинга аудио, то есть сколько мы обрабатываем, сколько мы предсказываем, делить на полное время аудио. То есть если мы взяли аудио длиной 10 минут и обработали его за одну минуту, у нас real-time factor будет 0.1. За счет того, что наша модель, в отличие от Whisper, предсказывает аудио по чанкам независимо друг от друга, эти чанки можно складывать в один батч и делать предсказания в батче. За счет этого мы можем получать RTF в 10 раз быстрее, чем даже у модели Faster Whisper, которая очень сильно оптимизирована. При том, в то время, когда у нас это просто питом-код с торчевыми модельками и без особой оптимизации. При этом метрика качества вер у нас остается примерно такой же, как и была на коротких зависях, потому что тот же домен и модели как бы негде ошибаться, негде улучшаться. И по памяти, да. Если у нас довольно ограниченный память в сетап, мы можем взять нашу модель, взять батч-сайз поменьше, например, 10 и получить потребляемой памяти меньше, чем у того же Faster Whisper. При этом, да, распознав лучше и в 10 раз быстрее. Последнее, что я хотел сказать, почему стоит использовать нашу модель. Наше сместо моделей довольно широкое и можно покрыть разные задачи. Например, там модель, которая была обучена с помощью Sales Prevised тренинга Giga M. Она может быть использована в целом как foundation для любой speech задачи и замечательно обобщаться на разные downstream задачи. Также она будет хорошо работать в задаче, где у нас мало данных, так называемый low-resource setup, потому что она до этого предобучилась на огромном количестве неразмеченных данных. Помимо этого, у нас был подобрен оптимальный размер модели, чтобы любой желающий мог запустить ее в коллабе, запустить, зафрентюнить и сделать с ней что угодно. И также важно отметить, что помимо того, что у нас есть Giga M encoder, у нас есть Giga M CTC, Giga M RNNT. Энкодеры в них, они были обучены уже на сдаче распознания речи. И поэтому, если выдернуть их из моделей, оставить только энкодер, убрать декодер, эмбейдинги, которые будут давать эти модели, эти энкодеры, они будут лучше покрывать контент. То есть, если Giga M у нас как general audio, можно сказать, модель, то энкодер из Giga M CTC, Giga M RNNT, они такие больше относятся к спичу. И если вы захотите делать, например, large language модельки впиливаем туда аудио, ну, для контента вам лучше брать энкодеры с модель Giga M CTC и Giga M RNNT. Метрики будут лучше. На этом, в целом, все. Повторим, что я сегодня сказал. Мы зарелизили наше семейство моделей Giga M. Среди них была предобучена модель Giga M, которая может обучать на любой сдаче. Были модели для распознавания речи Giga M CTC, Giga M RNNT, последний из которых на 35% лучше, чем текущая SOTA open source модель. Также релизили модель для распознавания эмоций Giga M M, которая, очевидно, тоже является SOTA для распознавания эмоций на русском языке. И в ближайшее время выложим скрипт для распознавания длинных записей, который работает в целом с тем же качеством, что и на коротких, и при этом в 10 раз быстрее, чем реализация Faster Whisper. Все. Здесь также на слайде для заинтересованных есть ссылки на курс нашей команды, который читается на кафедре Сбертеховом FTI, на GitHub Giga M и на статью на хабре тоже с Giga M. Всем спасибо. Спасибо большое за доклад. И давайте приступим к вопросам. Вот вижу первую руку в первом ряду. Большое спасибо за доклад, за модель, за статью на хабре, за возможность ее протестировать. Вопрос, наверное, звучит так. Я сделал все, как вышла статья, я протестировал. У нас есть датасет, у нас там много отрывков, примерно где-то полторы-две минуты. У меня другие совершенно результаты получились по сравнению с Whisper. Можно ли как-то с вами, может быть, совместно провести тестирование на нашем датасете? Да, конечно. Другие результаты в плане получили, что там Whisper работает лучше. Да. Ага. А вы использовали вот просто тот метод из нашей репозитории, просто model.transcribe. Я это сделал просто по статье, просто повторил. По статье. Может быть, я что-то… Может, есть лучшее, как ее готовить и… Да, вот здесь как раз вот то, о чем я говорил, что этот метод, он предназначен для распознавания коротких записей, там до 30 секунд. И когда мы подаем туда двухминутное аудио, ну там получается сильный auto-домен, мы на них не учили. И там скрипт, который мы выложим, надеюсь, в понедельник, ну точно в следующей неделе, для распознавания длинных записей, в том числе там полторы-две минуты, должен полностью решить эту проблему. А вы добавите туда еще пунктуацию? Очень востребовано. В нашей модели конкретно пунктуации нет, но у коллег из BeroDevice недавно, кажется, вышла модель Sage, если не ошибаюсь, на открытом доступе. Спасибо. Можно использовать ее. Да, спасибо за вопрос. Следующий вопрос. Спасибо за доклад. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ничего не услышал про language model. Вы просто опустили в докладе или как-то умудрились обойтись без нее? Ну, когда предсказанные буквы корректируются при переходе в слова с помощью модели языковой. То есть какие слова более вероятны, а каких как бы в словаре нету. Ага. А, ну слайдов у меня уже нет. Насколько это того? Прирост. Вот что. Ага. Ну, есть у нас отдельный подход для использования language моделей для корректировки гипотез от ISR моделей. То есть это отдельно, это здесь никак не упоминалось. Но вот я рассказал про подход RNT. Это модель, которая внутри себя, ну, выучивает неявно языковую информацию. Ну, по обучающей выборке имеется? По обучающей выборке, да. А общее, ну, ну, общая языковая модель, которая KNLM, там, допустим, вот такой вот что-то, нет? Низкопарпа? Ее можно и в целом нужно использовать для процесса декодирования совместно с нашими моделями. И прирост будет точно значимый. Для CTC моделей он будет сильнее выражен, потому что… Хорошо. И последнее вот по этой части, что какие-то прям особые штуки вы вот с этим не делали? Необычные, отличающиеся от других common source моментов решений. Ну, вот именно встраивание языковой модели. Нет. Ну, в целом, по-моему, да, использование языковых моделей, они обычно написаны в каких-то уже фреймворках, типа NEMO, и вы можете там делать… Ну да, там просто прибавляется какая-то, ну, вероятность этого слова, ну, с весом. Ага, нет. Да, GIGA M – это конкретно акустические модели, да, без корректировки с помощью… Все, спасибо. …языковой информации. Да, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос в левой части. Спасибо большое за впечатляющий доклад. Спасибо. Очень интересно было. Вопросы несколько. Первое – это может ли модель выдавать тайм-коды как-то делать виспер? Я так понимаю, что привязка там довольно хорошая. Да, теоретически может, код для этого мы пока не написали, но вполне возможно, что в нашей импозитории появится код, с помощью которого там можно использовать модель GIGA MRNT для получения таймстемпов. Второй вопрос – это по тому, как считается VR-метрика. Я так понимаю, это lowercase без знаков припинания или все-таки… Да, да, да. Так же училась именно на текст. И последний вопрос – это есть ли у этой модели галлюцинации, как у виспера? То есть виспер глючит, ну, прям так страшно. Угу. Ну, у меня здесь два небольших ответа. Первый ответ, что там, судя по статьям, которые там я много раз читал, модель RNT в целом намного менее склонна к галлюцинациям, в отличие от санкоджа-декоджа, таких как виспер. И у нас были внутренние сеты с длинными аудио, на которых мы пытались замерить нашу модель. И наша модель получалась сильно лучше виспера, и виспер начинал именно галлюцинировать. Где наша модель там ошибалась, ну, там буквально в букве, виспер просто ничего не слышал, начинал сильно страдать галлюцинацией. Так что ответ в целом да. Наша модель устойчивее. Да, виспер бывает зацикливается на чем-то. И еще момент. Устойчивость к шумам. Устойчивость к шумам, честно, не проверяли. Но вот как раз на том сете, который я сейчас описал, где я виспер галлюцинировал, были довольно шумные данные, и наша модель хорошо справлялась. Тогда есть следующий вопрос. Это домен, на котором все это дело училось? Это какие-то, допустим, телефонные переговоры или это что-то вроде фильмов? А, вы имеете в виду предобучение, да? 50 тысяч часов. Это общий домен русского языка, не call center, просто общий домен из открытых источников. То есть, допустим, если делать субтитры к фильмам, то эта модель может подойти? Да. Спасибо большое. Да, спасибо за вопрос. Еще вопрос в левой части. А, вот, да, уже получил микрофон человек. Спасибо за доклад. Здравствуйте, спасибо. Сравнивали ли вы... смотрели ли как зависит качество распознавания, например, от характеристики аудио? Там, от чистоты дискретизации что-то еще? А, сейчас мне было плохо слышно. Как зависит качество распознавания от характеристик аудио? А дальше? Ну, например, от чистоты дискретизации, ещё от каких-то характеристи к аудио? Ага. Наша модель была обучена именно на 16 кГц частотной дискретизации. Но когда мы пытались опознавать речь на 8-килогерцовых аудио, предварительно их переведя в 16 кГц с помощью абсэмплинга, результаты были нормальные. И в целом, если вы приведете свое входное аудио в тот формат, который использовали мы, мы, наверное, его укажем, это 16 кГц, то все будет ок. Спасибо большое за доклад. Спасибо. Вопрос общий такой. Вы занимались разработкой языковой модели конкретно под русский язык. Не заметили ли вы каких-то сложностей и корреляций между сложностью обучения для русского языка и семантической или лингвистической сложностью этого языка? Ну, условно, проще ли обучить английскую модель, чем русскую или что-то такое? Ну да, мы учили скорее не языковую, а акустическую модель. Ну, в общем. Да, ну, окей. А про сложность, ну, именно связанную с семантикой, ну, с сложностью там семантики я, честно, не могу ничего сказать, но под английский язык точно научить проще, потому что намного больше данных. Именно про семантику, да, к сожалению, не читал, не изучал, не отвечу. Понятно, хорошо, спасибо. Еще вопросы девушки слева в синем пиджаке. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, какие форматы аудио воспринимает ваша модель? Это только стандартный WAV или там OGG тоже можно сразу… Хорошо вопрос. Точно, стандартный WAV. Все остальные пока не тестили. Конвертировать, то есть нужно, да? Ну, нужно конвертировать точно. И будет ли это нормально работать, если бы конвертировать ОGG в WAV? Я думаю, скорее да, но спасибо за замечание, мы это тоже протестируем. И еще вопрос по поводу устойчивости к шумам. Я так понимаю, там не встроено ничего для шумоподавления, просто она обучалась на шумных данных и все, да? Да. Спасибо. Если у кого-то еще есть вопросы, поднимайте руки в правой части зала. Здравствуйте, спасибо за доклад. А можете подсказать, вы когда рассказывали про распознавание на длинных аудиозаписи, говорили, что у вас независимые чанки, вы их бач объединяете. Вот я не очень понял, про что вы говорили. В принципе, в плане, они же вроде зависимые, у вас и РННТ, ну, чтобы патч объединяли, да. Да. Мы когда бьем наше длинное аудио на несколько, как скажем, чанков, сегментов, возможно, если мы будем использовать контекст предыдущего чанка, мы распознаем речь на следующем лучше. В этом плане зависимость есть, и Wispy в оригинале так и делает, но, как показано в его статье, улучшение от использования контекста там, ну, минимальное. Я цифру точно не скажу, но прям очень маленькая. Но зато, если мы будем распознавать эти чанки независимо, мы можем делать батчевый инференс, и там ускоряем 10 раз, против улучшения качества на полпроцента. Ну, кажется, выбор очевиден. Понятно, спасибо. Спасибо. Еще кто-нибудь? Очень ажиотажная тема оказалась. Опять же, про длинные аудиозаписи. А какие модели VADA вы пробовали использовать, когда разрезали на аудио? И насколько это вообще разные модели VADA влияют на итоговое качество? Типа, насколько влияет то, как вы нарезали аудио на итоговый результат для длинных аудиозаписей? Ага, ну, из модели VADA мы использовали, ну, только PyNode, потому что он апенсорсен, и мы должны были релизить что-то апенсорсеное. А про то, как там условно качество и другие свойства нарезки влияют на итоговый результат, ну, я пробовал нарезать там покороче, подлиннее, и в целом, если у нас длины чанков в целом лежат в том пределе, в пределе длительности, в которых мы обучали модель, то есть от 0 до 25 секунд, а разницы особо нет. Не то, что особо, а типа метрика у меня не изменилась, конечно, с точностью до второго знака. Спасибо. Был вопрос от парня в красной рубашке. Справа, да. Спасибо. А когда коммерческая лицензия? Да, я тоже хочу такой же вопрос задать. Давай, следующий вопрос. Отличный ответ. Лучший. Ну, к сожалению, я простой работяга. Я не отвечаю за лицензии. Вон там сидят мои руководители. Сзади зала руки. Тогда спасибо за вопрос. Значит, насчет коммерческой лицензии. Пока таких планов нет. Если вас интересует коммерческое использование, то у нас есть наш замечательный API, который вы можете использовать прямо сейчас. Ну, либо, возможно, какие-то следующие модели. Мы там подумаем над тем, какое лицензирование для них использовать. Но конкретно для вот этих моделек пока что, к сожалению, только не коммерческая. Вот. Такая история. Да, у нас есть возможность задать последний вопрос. Хорошо. Повторный вопрос от человека из первого ряда. Спасибо за еще возможность задать вопрос. Два вопроса. Первый вопрос. Сколько времени вы потратили на… Ну, компьютер имеется в виду на обучение. Имейте в виду предобучение. Машинное… Ну, да-да-да. То есть на… Дайте мне 30 секунд, чтобы я посчитал и вспомнил. Скажем, неделя-две на 32 осотых. Понятно. Второй вопрос. Пользовательские словари. Есть ли возможность ее дообучать, файн-тюнить на медицинскую, например, тематику, на какую-то другую? Ага, ну, конечно, типа модель саму вот эту фондэшнл, Гига М, она не обучалась на распознании ничего никакого, и вы дообучать можете на абсолютно любую сдачу, в том числе на ваш нужный домен, с вашим нужным словарем. Хорошо. Спасибо большое. Да? Не за что. Вам спасибо за вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!